Привет, это Сумма Мнений, прямой эфир, сегодня в программе. Спрячь за высоким забором машину, выкрадут вместе с забором. Как защитить ласточку от злых коршунов? Не по росту город, нету красоты. Почему атеисты сослужили плохую службу Екатеринбургу? В животах. Что нужно, чтобы уличная еда превратилась из фабрики гастрита в высокое искусство? Сегодня мы спрашиваем на нашем сайте, легко ли угнать ваш автомобиль. Варианты ответов. Да, если захотят. Нет, у меня максимальная защита. И третий вариант. Я не волнуюсь из-за угона, у меня страховка. Мы поговорим про угнанные автомобили. Вы пока можете заходить на наш сайт не только для того, чтобы проголосовать, но и для того, чтобы оставить комментарий, ну или позвонить нам по скайпу. Тем временем Оксана Маклакова подготовила обзор новостей. Посмотрите, что происходило в городе сегодня. Здравствуйте. Это обзор дня на ЕТВ. В ближайшие несколько минут главные новости этой среды. Это кошмарный сон. Этого просто не может быть, пишет взбудораженный соцсетевой Екатеринбург. Страшные и тревожные новости последних дней о пропавшей фотомодели и найденном изуродованном трупе складываются словно пазл в жуткую картину. Сегодня ночью Следственный комитет опубликовал предварительные данные генетической экспертизы. Согласно уже полученным предварительным данным эксперта, погибшей женщиной является пропавшая накануне Юлия Прокопьева, 85-го года рождения, о чем в известном исчезновении 31 августа текущего года заявил в органы правоохраны брат погибшей. Мужа Юлии Прокопьевой, известного фотографа Дмитрия Лошагина, вчера задержали по подозрению в причастности к жуткому преступлению. В настоящее время фотограф находится в изоляторе временного пребывания. Друзья и коллеги Дмитрия Лошагина отказываются верить в его причастность к убийству и забирают деньги в защиту и поддержку фотографа. Мнение людей из ближнего окружения фотографа есть у нас на сайте якбург.тв. Одним из возможных мотивов убийства по неподтвержденным пока данным могла быть болезнь Юлии. Сейчас проверяются сведения о том, что у модели был положительный ВИЧ-статус. Памятник предпринимателю открыли сегодня в аллее художников рядом с экономическим вузом. Бронзовый бородач в костюме образца 19 века возвышается на 4 метра и попирает ногами девиз купечества – честь, достоинство, обязательность, благотворительность. Это выдержка из устава российского купечества, утвержденного еще в 1812 году. В церемонии открытия приняли участие областные и городские чиновники, а также сотрудники университета. В дальнейшем к памятнику будут добавляться и другие малые архитектурные формы, сообщают создатели постамента. Скандал в маршрутке. В Екатеринбурге кондуктор и водитель маршрутного такси номер 033 напали на пассажиров из-за Екарты. Как рассказывают евроазиатские новости, конфликт разгорелся сегодня утром. Кондуктор отказался принять Екарту дважды за молодого человека и его спутницу. Девушку попросили расплатиться наличкой, однако пара отказалась выполнить требования контролера. В итоге маршрутка остановилась и стояла до тех пор, пока принципиальные пассажиры не покинули салон. Однако за них вступились попутчики. После нелицеприятных фраз дело дошло до кулаков. В справочной службе Екарты пояснили, что оплачивать поездку за нескольких пассажиров одной нельгодной картой можно, однако не на всех тарифах. Проводить несколько платежей можно только при покупке ограниченного числа поездок, например, на тарифе 60 поездок на 70 дней, либо при подключении электронного кошелька. На безлимитных Екартах двойные платежи не принимаются. Подобные конфликты, заметили в справочной службе, часто разгораются из-за некомпетентности сотрудников транспортных предприятий. Сегодня днем в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательных центров «Гринвич», «Дирижабль» и здания «Цирка». В МЧС поступило сообщение о минировании этих зданий. Работники всех спасательных служб Екатеринбурга были подняты по тревоге в 14.40. Однако сообщение оказалось ложным. Полицейские уже выяснили личность телефонного террориста. Полгода назад он уже закладывал бомбу в полпредстве. Молчу нам дали еще год на раздумья. Министерство труда подготовило законопроект о продлении срока выбора пенсионного фонда до 2015 года. У работников, не сделавших свой выбор, накопительная часть пенсии снизится до 2% со следующего 2014 года. Но в течение года они еще смогут увеличить ее до 6%. У тех, кто выходит на работу в 2014-м, такое право будет в течение 5 лет с момента первого начисления страховых взносов. Законопроект внесен в правительство, сообщает газета ведомости. Это были новости города. У вас есть наверняка личные новости. Когда вы заходите в социальные сети, у вас там своя лента. И там периодически всплывают сообщения. Угнали машину, выглядит так-то, помогите найти. Скоро таких объявлений станет не меньше, чем просьба об аренде квартиры. Но это, в общем, какая-то такая тенденция последнего времени. Будем разбираться, правда ли угонов стало больше, или это только так кажется в информационном пространстве. И что может сделать гражданин, чтобы помочь кому-то найти автомобиль, ну или защитить свой автомобиль от угона. У нас сегодня в гостях Алексей Мартынов, начальник отделения по розыску полка ДПС ГИБДД России ОМВД по Екатеринбургу, майор полиции. Евгений Грюгов, противоугонный специалист. И Александр Косатухин, пострадавший от угона. Здравствуйте, господа. Первый вопрос в полицию. Ну что, растет статистика. Это только кажется в интернете, что угонов больше стало, или их и правда стало больше? Так, ну вот за 8 месяцев 2013 года, по статистике, на территории города Екатеринбурга похищено около 700 транспортных средств. 700 транспортных средств. Что угоняют? Какие марки? Ну, похищают практически все марки. Преимущественно, это российская модель, семейство ВАЗ, классика, десятая модель и приоры. Что касается иномарок, то наиболее подвержены похищениям автомашины марки Toyota, Toyota Land Cruiser, Toyota Corolla, Toyota Camry, RAV4. Кто лидер среди иномарок? Сколько их угнали с начала года? Среди иномарок, лидером, так скажем, в кавычках, наиболее похищаемая автомашина, это Mazda 3. Их похищено 27 автомашин за 8 месяцев. Также наиболее похищаемые автомашины, это семейство Toyota, Toyota Corolla. Их похищено 25 автомашин. Понятно, крепкие седанчики. Александр, у вас вроде и не Mazda, и не Toyota. Что у вас украли и когда? Угнали BMW 20 августа. Поставил на ночь. Утром проснулся, сигналка не сработала. Понимаю, что значит, она не видит автомобиля. Посмотрел в окно, действительно, автомобиля нет. То есть тут же сделал заявление в полицию. Быстро достаточно все приехали, несмотря на ранний час, на самом деле. Все быстро всех подняли. Заявление, дальше начали работу. Но вот сейчас ждем. Думаете, найдут? Надеюсь, что найдут. По тому, что ожидается, скорее всего, машина стоит в отстойнике. Что такое отстойник? Вы уже стали специалистом. Да, я уже после всех этих дел стал специалистом. Отстойником может быть какой-то гараж. Любой, близлежащий или где-то далеко стоящий. Но в то же время, почему я обратился также к общественности на Е1? Потому что любой двор может стать отстойником. Машина там стоит, потом меняет номера. Машина просто стоит. Никто ее не замечает, потому что она стоит и стоит. Она же никого не трогает. И, в принципе, нормальный автомобиль. Меняются номера с какой-нибудь там шестерки старой, скручиваются, прикручиваются на эту мою BMW. Соответственно, ее так незаметно. Заметно только по характеристикам, которые я указал на сайте и попросил на них обращать внимание. В принципе, два человека откликнулось. Один в почте. Но потом оказалось, что даже я съездил, посмотрел, там уже не было машины. Там просто он указал, что машина на сигнализации сарала. Орала-орала. Но вот неизвестно чья. Вроде как стояла такая бесхозная. Но когда уже еще раз с ним списался, он написал, что уже забрали. А второй позвонил, ехал по Бажова. Позвонил, прям телефон мне был указан. Он позвонил, сказал, я вижу такую-то машину. Не ваша ли? Давайте уточним. Мы с ним уточнили. По тем характеристикам, которые у меня есть, по вмятинам там, ну, она не соответствовала. Поэтому я сказал спасибо. Понятно. А как защищали автомобиль? Ну, то есть была обычная сигнализация? Да, сигнализация стояла Шархан. Защищал русским авось. То есть ничем не защищал. Машина была с автозапуском. И, по сути, защиты противоугонок не было. Сигнализация, по сути, да, центральный замок. На самом деле, как у всех, Евгений, что можно было сделать и помогло бы это или нет? На самом деле, сигнализация в данном случае только помогла угнать автомобиль. Лишние движения исключила. Потому что, как по моей личной статистике, сигнализациями Шархан, которые до сих пор продаются, даже в автосалонах на новые машины ставятся, эти системы подвержены электронному взлому. И по моей личной статистике... Ну, любая система подвержена взлому. Это не значит, что не надо ставить. Мне ответили точно так же. У БМВ достаточно неплохой был и мобилайзер. Эти системы помогают, наоборот, угонщику уехать на автомобиль беспрепятственно. Что нужно делать, чтобы не уезжал? Не ставить сигнализацию вообще? Нужно изучать немножко рынок сигнализаций и доверять все-таки российскому производителю. Потому что ни одна импортная сигнализация в наших реалиях не способна противостоять угону. Что способно противостоять угону и насколько можно задержать угонщика? Ну, то есть, условно, сигнализацию он вскрывает за 20 секунд, а с Вашими средствами вскроет за 5 минут. К защите от угона надо подходить комплексно. То есть, одной сигнализации недостаточно. На некоторых машинах достаточно, но на каких-то это недостаточно. То есть, здесь должен быть набор и противоугонных средств, и средств оповещения, и механических средств, и электронных. То есть, только так можно защитить поэтапно, эшелонированно защищать нужную машину. Что такое механическое? Ну, то есть, что, буквально амбарный замок нависить? Ну, не буквально амбарный, но замок капота, который электромеханически управляется в присутствии метки. Только открывается метка с индивидуальными ключами шифрования, с диалоговым кодом. Подходим к машине, машина опознает хозяина по метке, даем доступ, включается зажигание, открывается замок капота. Хорошо. Полный фарш вот на паркетник немецкого производства. Сколько обойдется? Ну, чтобы не уехала вот так вот с полпинка, как говорится, автомобиль, ну, достаточно затратить, ну, тысяч двадцать максимум. Тысяч двадцать? Машина уже может сама сопротивляться угонщику. И что за эти деньги? То есть, они вообще не смогут уехать? За эти деньги ставится дополнительный иммобилайзер. Нет-нет-нет. Сколько угонщики потратят времени на то, чтобы... Сколько угонщики? Они пойдут искать другую машину. Скорее всего. Хорошо. Александр, а сколько стоила ваша машина? Машина стоила примерно пятьсот-пятьсот пятьсот пятьдесят тысяч. Двадцать тысяч ничего, не жалко вообще. Ну да. То есть, знать бы, как говорится, как у нас всегда. Кстати, сигнализация совершенно не сработала. Она как была в закрытом состоянии, не пикнула, она в закрытом все еще стоит. Ну, кстати, вот эту же систему, пин-коды какие-то были поменены в системе, хоть один. Там их два. Вообще ничего не менял? Как купил машину полгода назад, вообще ничего не менял? То есть, вот это частая ошибка владельцев автомобилей и владельцев сигнализации, которые установили, недобросовестный установщик их не предупредил, что надо поменять пин-коды. Инструкции у нас, как правило, никто не читает. Более того, я даже не знал, что их можно менять. Вот. Там существует два пин-кода в этой системе. Один пин-код на аварийное снятие с охраны, второй пин-код на постукивание по стеклу. Второе аварийное снятие с охраны. И сервис. Вот. Если бы были поменены эти пин-коды, и еще есть одна степень защиты в сигнализациях Шерхан, которую не способны некоторые грабберы, ну, сейчас уже как бы это не актуально, потому что появились грабберы под уже и пошаговое снятие с охраны этих сигнализаций. Снятие с охраны подразумевает еще ввод еще одного пин-кода с брелка, уже с брелка. То есть, код-граббер, который просто грабит кодовую посылку и воспроизводит ее, уже в этом случае не сработает. Понятно. Вызовет тревогу. Читайте инструкции. Хорошо. А кто обычно крадет машину? Ну, вот вы сказали, 700 случаев с начала года. Сколько из этого сын взял покататься, папа не понял, что несовершеннолетний сын уехал и заявил. А сколько? Ну, вот серьезные организации, которые крадут автомобили, зарабатывают этим деньги. Как правило, дорогостоящие иномарки похищают наиболее подготовленные группы. Рост таких крашенеправомерных завладений вырос в связи с высоким техническим обеспечением преступников. Появились средства, приборы для проникновения, для вскрытия машин, не воздействия на замки. То есть, это электронное вскрытие штатных замков транспортных средств. То есть, машина как стояла, так стояла, только открылась и завелась. Да, машина как стояла. Никакого механического воздействия на замки не производится. Машина похищается в пределах порядка двух-трех минут. А сколько профессионалов на этом, назовем его рынке, а сколько хулиганов взяли покататься? Так, ну, в процентном отношении это хулиганов, которые взяли и бросили машины, это процентов 35. Это... Ну, значительно. Да, значительно. А, соответственно, остальные это что? Ну, я не знаю, отдельные гонщики-одиночки или какие-то группы? Есть и задерживаются и отдельные лица и группы, которые организованы и похищают транспортные средства. Вот за 2012 год задержано две больших группы, которые похитили на территории города Екатеринбурга и Свердловской области. Одна группа похитила 55 транспортных средств. Это торгово-центр Омега, других торговых центров и на территории города Екатеринбурга. И вторая группа задержана, которая похитила 27 транспортных средств. В 2013 году сотрудниками полиции города Екатеринбурга и Главного управления по Свердловской области задержаны. Также несколько групп, которые похищают, наиболее профессионально подходят похищению транспортных средств. Да, но по данным группам сейчас ведется следственное мероприятие. Хорошо, крадут и что делают? Перепродают в другой регион, сами ездят, разбирают на детали. Ну, как показывает статистика, машины, часть машин остается здесь, изменяют номера агрегатов. Либо, как вот в случае Александра, машина BMW, как правило, сигнализация, наверное, помогла угонщикам-то угнать ее. Машины либо похищаются под какую-то загоревшую машину, сейчас вот проводятся проверки по некоторым случаям, либо, как я повторюсь, изменяют номера агрегатов, документы, под документы, под какие-то, либо разбираются, продаются по запчастям, распиливаются, бросают, либо в другие регионы. Вот есть лидеры угона, ну, там, Мазда 3, например, ее что, скорее всего, разберут? Или, скорее всего, на запчасти? Ну, часть на запчасти, часть-то обнаруживается. Из этого количества несколько машин обнаружено. Потому что, судя по ценам дилера, если по запчастям, Мазда выходит практически в два раза дороже, так же, как и Лансер 10. Если ее разобрать? Если ее разобрать и продать по запчастям, по ценам дилера. Отлично. А с чем еще такая выгодная сделка может быть провернута в темной стороне Екатеринбурга? Тойоты. Тойоты, Камри, РАВ-4. Но наши-то ладушки. Все свежие машины, они очень дорогие запчасти. Даже Жигули. Ну, Жигули тут, как бы, не в том плане. Такие машины чаще угоняют, наверное, для совершения разбойного нападения, чтобы потом бросить ее. В основном. Понятно. Вам тут предлагают устраивать засады около крупных торговых центров, потому что там часто угоняют. Имеет смысл где-то устраивать засады? Где чаще крадут автомобиль? У торговых центров, по статистике, сейчас похищают. Несколько автомашин похищено от торгового центра Гринвича, от торгового центра Екатерининский и от торгового центра Мега. Вот после задержания группы, как я повторю, в 2012 году произошел небольшой от торговых центров, так скажем, спад, краша неправомерных заводений. Торговый центр Мега очень хорошо оборудовано видеонаблюдением. Там реже крадут? Да, сейчас стали реже там. Хорошо. Ну вот здесь господа развенчали сигнализации, сказали, что от них только хуже делается. А у вас какой рецепт? Что надо сделать с автомобилем, чтобы его не угнали? Ну вот опять же, зрители предлагают аэрографию наносить, чтобы она была очень индивидуальной, ну там, что-то перекрашивать придется. Ну да, заметная машина, шансов меньше, наверное, что похитят. Ну, меры по противодействию, это правильно, как сказали здесь студии, что это надо ставить какое-то дополнительное оборудование, механическое, электронное. Ну, рекомендации жителям города Екатеринбурга и вообще всем гостям. Не оставлять у торговых центров на долгое время транспортные средства, ну, приходить, проверять там хотя бы в час, раз в час, там, почаще. Если срабатывает сигнализация, конечно, незамедлительно выйти к машине. И еще, так скажем, обращение к владельцам, кто сдает гаражи в гаражных комплексах, чтобы смотрели, кому сдают гаражи. И хотя бы периодически смотрели, чем занимаются, расспрашивали, чем занимаются. Потому что это такие места, где наиболее машина, возможно, как вот Александр правильно сказал, так скажем, отстойник. Где она может отстояться какое-то время. Это, можно сказать, тупиковые дворы лесные. Если понятно, я вас прерву, у нас просто есть телефонный звонок, тоже Александр и тоже потерпевший. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. У вас, в общем, нетипичная ситуация. У вас угнали автомобиль, а вы смогли его вернуть. Как так вышло? Ну, на самом деле, мне помогли друзья. Если это пословица не имеет 100 рублей, а не 100 друзей, все-таки она имеет силу. Все произошло банально. И из двора ее угнали. Единственное, только способ угона был немножко нетрадиционный, как я считаю. Потому что ее угнали на рцепке, на лазе 2109. Потому что потом я посмотрел по камерам, и весь процесс угона, вернее, транспортировку, я видел по обиде. А что, сигнализация, ручник, ну, то есть прицепили и увезли, или как это можно сделать? Они взломали замок, взломали замок. К сожалению, сигнализация у меня была только штатная. То есть ее просто не было. Была заводская сигнализация без оповещения какого-либо. Просто вскрылся замок. Скрылся замок. Машина причем была на тот момент годовалая. Вот, вскрылся замок, сломался бакератор руля. Ну, как сломался, выломали его. Прицепили к автомобилю и спокойно увезли. Все сделали грубо, понятно. А у вас есть подозрение, что как-то с пропажей вашего автомобиля связаны работники органов. Можете поделиться этой гипотезой? У нас вот тут Алексей Мартынов сидит в студии. Я думаю, ему будет интересна эта информация. В любом случае, я полицейским благодарен, потому что все равно с их помощью первый сигнал о находке поступил. А потом пошла уже ситуация намного странная. То есть сначала через моих же опять знакомых. Мне знакомый позвонил и сказал, что позвонил ему знакомый, сотрудник ГИБДД, что машину такую-то нашли. Номер мой продиктовал, марку, цвет. Все совпадает. Я звоню другому своему знакомому ГИБДДшнику, чтобы узнать местонахождение ее. Он сделал очень много звонков, не мог добиться местонахождения. Понятно, что на какой-то штрафстоянке сказали район. Мы этот район объездили, все штрафстоянки, ее там не нашли. И в чем претензии к сотрудникам в таком случае? Но это же не говорит о том, что они ее могли увезти. Ситуация в дальнейшем была следующая. То есть когда прошла уже неделя, вернее, после того нам сообщили на следующий день, те сотрудники, которые говорили о том, что нашли, начали говорить, что вы знаете, информация ложная, никто ничего не находил. То есть это какая-то ошибка. Кто вообще вам сказал? Я же не могу говорить, что мне сказал друг, а другу сказал ваш сотрудник, причем он назвал номер моего автомобиля. Ну, потому что он попросил меня не называть его. И затем прошла неделя, а после того, как второй мой знакомый начал звонить и спрашивать, то есть продолжать дальше по своим же коллегам узнавать все-таки, где машина. Раз звонок поступил, то значит надо на него реагировать. Вот, ну, так и мы именно слили ответа, то есть где она находится. И после того, как прошла неделя, то есть я уже думал, все, значит, машину я не найду. Мне звонят уже непосредственно те оперативные работники, которые вели мое дело, сказали, что машина действительно найдена в районе, назвали мне район. Я съездил туда, действительно, и увидел. Спросил у штрафстоянщика, с какого момента она находится на этой стоянке. И он мне назвал именно то число, когда мне впервые сказали о том, что ее нашли. То есть вот подозрение, не подозрение, но ситуация настолько странная, что вроде как бы они сначала точно сказали, что они нашли ее, а потом как-то укрепил. Ясно, Александр, да, мы вас поняли, спасибо вам большое. Можете объяснить, как такое может произойти, что вроде нашли машину, а она нашлась. Честно сказать, как бы что-то я не понял, очень запутанная история. Если Александр, я готов его встретиться с ним, выслушать, могу оставить свой сотовый телефон, и завтра в рабочее время разберемся по этой ситуации. Что-то очень сложная, запутанная история. Хорошо, я тогда несколько утрирую ее. Могут быть связаны сотрудники полиции с угоном автомобилей в Екатеринбурге? Ну, на сегодняшний день я такой информации не обладаю. Исключать ничего невозможно, но на сегодняшний день информации такой нет. Отлично. Давайте посмотрим опрос. Мы спросили у людей на улицах, ну, коль уж мы удостоверились о том, что полиция ни в чем не виновата, и все хорошо, подозрения развеяны. Спросили у людей на улицах, как они защищают свои автомобили, какие способы знают, верят ли они в сигнализацию. Мы вот тут, как выяснилось, не верим. Здравствуйте, с вами Лена, и, как обычно, мы собираем мнение утерки. Самый популярный способ защиты автомобиля от угона – это, конечно, сигнализация. Мы шли спросить у автовладельца Евгения. Помогает ли она вам? Помогает, конечно. Она меня предупреждает, когда что-то происходит возле автомобиля, либо кто-то его задел, либо еще какие-то вокруг него происходят действия. А как защищают свои машины и другие автовладельцы мы узнаем прямо сейчас. Я считаю, что сигнализация помогает, потому что сигнализирует, потому что что-то с машиной не так. Это способ какой-то информировать владельца. И не у каждого есть возможность все время в окно заглядывать или все что-то. Конечно, она не всегда работает эффективно. Иногда срабатывает просто так, но все равно хоть какой-то способ. Ну вот сейчас новое средство, как раз сегодня передавали. Отдел неведомственной охраны берет водохрану машина. Я думаю, это будет эффективнее. Надо ставить на стоянку. Вот 100%, можно сказать. Ну не 100%, 90%. Смотря кто хочет машину украсть. Ну сигнализация, я считаю, что это не самый лучший способ. А если нарисовать аэрографию или кого-то там в машине держать, собаку, злую, ну в такое хорошее время, ну не слишком жаркое, тогда тоже нормальный способ будет. Сигнализация нет, не помогает машине от угона, потому что любую сигнализацию можно вскрыть, сломать в течение, ну не знаю, пяти минут максимум. Какое нужно другое средство от угона? Страховать надо. Каска – самое лучшее средство от угона. Страховать дополнительные нестандартные какие-то технические средства. А что делать, если уже угнали автомобиль? Ну вот и если у тебя нет, как у Александра, знакомых в полиции, которые могут как-то не так равнодушно, что ли, отнестись. Чего делать? Написал заявление. Что еще? Ну, лучше, конечно, лечить болезнь до того, как заболел. Помогают в случае угона поисковые маячки. Их можно ставить сколько угодно в автомобиле, они работают автономно в течение двух лет и обнаружению практически не подлежат. А их можно обнаружить? Нашли один, ну нашли второй, ну третий, четвертый, пятый. У меня был случай на Land Cruiser 200, установили шесть маячков поисковых. Шесть. И сколько из них злоумышленники обнаружили? Машина ездит с хозяином, все хорошо. Ну вот есть такие люди, которые максимально вкладывают в защиту автомобиля. Слушайте, ну по машине не видно, что у нее шесть маячков. Нет, конечно. Ну все равно соблазн, все равно украдут. Соблазн. Ну, существуют способы защиты таких автомобилей. Я говорю, преступный бизнес – это бизнес. И угон должен быть целесообразен. Если не открывается капот, капот надо ломать. Это минус из зарплаты угонщика. Если не открываются двери, двери надо ломать. Это тоже минус. Если стекло не разбивается, надо взять камень побольше. Стекла можно заборнировать. Их тоже сложно разбить с барнировкой. И неизвестно еще, что там внутри. На первом этапе обычно все это заканчивается. Вы нас ловко увели от уже угнанного автомобиля к тому, который еще сохраняется. Хорошо? Есть лекарства, есть лекарства. Маячки. Понятно. Александр, что делать, если уже украли автомобиль? Ну, искать все равно. Если существуют все равно какие-то методы, которые стали известны. И продолжать искать совместно с сотрудниками полиции. То есть они могут тоже чем-то помочь, куда-то направить. Поехал с друзьями. Я ездил с друзьями по городу, объезжал дворы. Я думал, какое направление может быть интересно угонщикам. Там действительно около дома. Логичное направление есть. Темненькое. Запрашивали кадры с видеокамер, которые раскрываются. Да, да, да. Это есть. Но, к сожалению, у нас город не оборудован совершенно видеокамерами. Тем более с хорошим разрешением. Это минус. Если бы он был оборудован, было бы все по-другому. Решались бы не только угоны, но и элементарные преступления. Как в боевике отследить машину, ты его, так сказать, приближай и рассмотреть лицо в отражении. Элементарно. Машина угоняется, не один человек приходит. Как правило, это машина сопровождения. А это уже нормальная машина, как правило, на нормальных номерах. Она, в крайнем случае, подставит себя перед постом ДПС. И ее примут, а тот или уедет, или же завернется, или еще что-то сделает. Соответственно, та машина, которая попала в поле зрения видеокамер с нормальными регистрационными номерами, скорее всего, ее можно пробить по владельцу и так далее. Следственными действиями уже выявить даже группу. То есть, если бы камеры... У вас около дома есть камера, и вы видели такую машину, как вы подозреваете, ну и чего? Да, а камеры были плохого разрешения, поэтому это... То есть, все должно быть на уровне. И камера должна быть достойная. Хорошо, но камер нет. И уметь не надо управлять еще. Машину угнали, что делать? Поднимать волну, просить людей поискать такой же автомобиль? Да, и я считаю, что нужно делать все, что можешь. То есть, помощь друзей, помощь общественности по любым СМИ здесь или по сайтам, может быть, где-то и найдется. Хорошо, Алексей, ваш рецепт, что нужно сделать, если уже угнали? Написали заявление, сотрудники ваши, ваши коллеги хорошо работают. Вот вы тут во время перерыва говорили, что на износ. Что еще, кроме того, чтобы надеяться на полицию? Ну, надо, во-первых, все равно, правильно, как Александр, оптимист. И надо таким быть. Надо, во-первых, не опускать руки, продолжать. И, конечно, хочется обратиться, наверное, к жителям города Екатеринбурга. Все равно процентов 40-50 угоняется днем транспортный средств. И угоняется там с людных мест. Ведь люди это все видят. Как-то хочется, наверное, обратиться, чтобы, если какие-то граждане увидят, какие-то подозрительных людей, что-то подозрительное, чтобы сообщали. Есть сайты, телефоны, телефоны доверия. В конце концов, телефон 02 есть. Ну, каким-то образом. Ну, вот Евгений знает, наверное, как это выглядит. Я ни разу не видел угон. И вы говорите, что есть оборудование за 30 тысяч долларов, которое, ну, вот само откроет машину и ничего там не разглядишь. Какие признаки угона? Я иду мимо, мне кажется, что-то подозрительное. Как понять? Это у меня уже мозги поехали? Или это действительно противоправное действие? Мне же в полиции скажут, лечитесь. Ну, такого не скажут. Чувствую, угон выглядит, как обычный человек садится в свою машину и уезжает. Что подозрительно? Ну, вот какой-то признак подозрительности сейчас. Ничего подозрительного. Сколько я разговаривал с людьми, у которых вот угнали машину, вот на пять минут зашел, вот машину угнали. Некоторые даже видели, как она уезжает, и как кто-то садился в этот автомобиль. Некоторые даже догоняли, пытались догнать. Тут еще срабатывает случай саботажа в недобросовестных сервисах, недобросовестных моечных центрах, даже в дилерских центрах бывает случай саботажа. Они делают копии ключей? Отключаем блокировки, дописывают свои брелки. Дальше уже дело техники. Никому не давать ключи в руки еще один полезный совет? Да. Есть у каждой сигнализации, существует сервисный режим. Ни в коем случае в сервис, на мойку, брелок от сигнализации передавать ни в коем случае нельзя. Тем более метку от дополнительного иммобилайзера. А как посмотришь на людей, даже в любой автосервис дилерский придешь, висит вот эта вешалочка с ключами, которые машины в работе. Брелки, ключи, метки, все висит. Пожалуйста. Хорошо. Все-таки поможет аэрография или нет? Я хочу за зрителя заступиться. Я думаю, что может машина привлекательная и брать, и двигаться по городу. Машина как-то будет даже, так скажем, с места похищения куда-то поедет и приметливая, и возможно, что заметит. Есть же все равно в городе и камеры наблюдения, и сотрудники. Хочу сказать, чтобы люди выбирали все-таки мастерские не по лени своей. То есть у дилера, так у дилера. Мне лениво где-то что-то искать. Здесь предложили. В случае чего, знаете, что вы спросите. Зачастую даже в подарок доп. оборудования. Ну вот, большинство, процентов 70, в нашем городе мастерских и дилерских центров занимаются просто установкой дополнительного оборудования. Защитой от угона занимаются остальные 30% мастерских. Отлично. Спасибо, что пришли сегодня. Поговорили про эту важную тему. Вот я просто хочу закончить комментарием зрителя. Он знает, как отличить угонщика от простого прохожего. Угонщик курит сигареты друг. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Следующая рубрика на ЕТВ – это рейтинг, вы не поверите. В принципе, все автоугонщики, если верить официальной статистике, они где-то еще работают. Это вот у них преступная деятельность не основная, это у них подработка. Потому что безработица в регионе составляет всего 5,7%. На 1 июля безработных, состоящих на рекучете в органах службы занятости области, было 29 651 человек. В полтора раза больше было вакансий, которые предлагаются этим безработным. Давайте узнаем, кого искали работодатели в рубрике «Рейтинг на ЕТВ». В первую очередь, грубую рабочую силу – 33% всех вакансий. Во вторую очередь, квалифицированных рабочих – чуть больше 22% всех вакансий. Третий по популярности у работодателей – это специалисты среднего и высшего уровня квалификации – около 15% предложений. Совсем немного меньше наниматели интересуются служащими и работниками сферы обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Около 10,5% пустующих рабочих мест ждут операторов, аппаратчиков и машинистов установок и машин. 3,8% вакансий – это элиты. Они предназначены для руководителей, начальников. Ну, в общем, начальники тоже ищут работу, им тоже кое-что предлагается. И автоугонщики, я уверен, найдут какой-то честный труд. Спасибо, что пришли сегодня. Мы обсуждали автоугоны. Сейчас хочется поговорить про высокое. Знаете, не все начальники бывают высокого полета, некоторые остаются на первом этаже. А самые обеспеченные, самые богатые, самые влиятельные забираются на небоскребы. И оттуда они смотрят на наш город и понимают, что-то с ним не то. Не только автомобили угоняют, но и чертовы нехристи что-то ужасное сделали с Екатеринбургом. Давайте узнаем у Евгения Шароварина, что такого натворили атеисты и как это можно поправить. После того, как у нас завели офис, с которым можно смотреть сверху вниз, возникло несколько идей таких городских. Во-первых, количество высотных зданий растет, смотровые площадки, и здорово было. А вся архитектура, вся городская планировка, она решит на то, что на город смотрят снизу, а не то, что смотрят сверху. А смотрите, вот огромное количество пространства, крыши какие-то ржавые, неравномерно покрашенные и так далее. Это же все красиво можно сделать, цветочками их разрисовать, рекламу в коммерческих целях разместить, еще что-то, мудрые мысли. Ну просто, чтобы сделать город красивым только снизу, но и сверху. Потому что когда его строили, его же никто не думал, что у него тут сверху будет смотреть. Ну, в атеистической же стране жили-то. Вот, и, ну и поэтому, вот, и, ну и не заботились. А сейчас, как сказать, строятся высотные дома, вот и жилые, много же, много высотных появляется. И люди смотрят. Здорово, чтобы был город красивый не только снизу, но и сверху. Вот, вот такие мысли рождаются. Второе, хорошо видно, как движение движется. И дорожное. И я знаю, что в городе создается автоматизированная система дорожного движения, этим люди занимаются. Я сам в свое время пытался что-то этим позаниматься тоже. Очень хотелось бы, чтобы это делать, конечно, быстрее. Потому что сверху аж увидело, насколько неоптимально происходит управление. Понятно, что задача сложная, понятно, что задача дорогая. Но в то же время можно же какими-то простыми средствами, например, там, просто смотреть, там, условно говоря, видеонаблюдение сверху повесить, смотреть, как машинки ездят и немножко корректирует режим. Потому что регулировщик, который стоит вручную на перекрестке, регулирует, он чек-то хороший. И даже регулирует, наверное, хорошо. Но результат получается не очень, потому что все, что он хорошо нарегулировал, потом упирается в другие, по-другому регулируемые перекрестки. И в целом результат получается локально хороший, а глобально плохой. Поэтому надо на систему всегда смотреть целиком. Если кто-то говорит, высоко сижу, далеко гляжу, имейте в виду, что он ворует ваши пирожки. Евгений Шароварин рассказал, что надо сделать с Екатеринбургом, чтобы он стал краше не только снизу, но и сверху. А мы хотим сказать, что внизу на земле происходит самое замечательное. Выращивают пищу, потом ее готовят, потом едят. Сейчас в Екатеринбурге проходит международный кулинарный салон Евразии. И посмотрите, что там происходило. Там сошлись два повара, российский и иностранный. Кто победил? Мы начинаем кулинарный поединок. Товарищеский матч Россия-Каталония. Я приготовлю куриную грудку с куриным муссом и пюре из трав. На горячее будет мясо с луком шалот разных текстур. А соперник у вас сильный? Очень. Очень сильный. Ну, знакомый с ним немного, но знаю, что я работал в лучших ресторанах Европы. Мне нужно 11 минут, чтобы приготовить курицу. А потом ее охладить. Нужно, чтобы был лед и вода. Когда все остынет, я порежу продукты. Я приготовил сегодня холодную закуску куриную грудку. Грудку приготовлены в низкой температуре. Горячичное с сметанным соусом, с замороженным козьим сыром и тыквенными семечками. Горячее блюдо – медальоны из говядины на брусничном взваре с запеченным картофелем, шпинатом и грибным соусом. Национальный соус – это брусничный взвар. Ну и продукты использованы русские такие – сметана, горчица. В Каталонии работают повара мирового уровня. Они используют поразительные вкусы, запахи, текстуры. Они используют традиционную кухню в сочетании с другими. И за час мне сложно было передать все многообразие нашей кухни. Потому что какие-то продукты нужно дольше держать в холодильнике, какие-то дольше готовить в духовке. Но я рад, что многому научился у наших известных шеф-поваров. Потому что мы должны держать больше времени в холодильнике, в холодильнике. И это перфекционный гриб. Это новый стиль для кухни. И лучшие ученики и лучшие шефы в мире в моей городе. Поэтому я очень счастлив. В общем, произошла битва, победила пища. Мы сегодня говорим про стрит-фуд, уличную еду. Это, в общем, во всех странах не только фабрика по производству гастрит. Это, в общем, благородный жанр. Нью-Йорк можно узнать по хот-догу с квашеной капустой. Пекин, вообще китайский город, по лапше и по местечкам с названием Чифань. Париж, безусловно, узнается пожаренным каштаном. Что угодно, кроме бывшего Советского Союза, имеет свое лицо. Только на территории бывших славянских республик Советского Союза какая-то сплошная ядовитая шаурма, чебурек и потеющий жиром беляш. Это ненормально. Уличная еда может быть дешевой, вкусной и хорошей. Сегодня мы обсуждаем с нашими гостями эту проблему. А главное, пытаемся понять, как это можно все устроить. К нам пришел Михаил Некрасов, участник шоу под названием «Отская кухня». Шеф-повар, член Московской ассоциации кулинаров. Эдуард Удалов, начинающий, но уже очень мощный и презентабельный уральский повар. Владислава Полякова, добрый вечер, студентка УРГУ «Синха». И вы учитесь по специальности технологии продуктов общественного питания. И ваша соученица Полина Конева. Добрый вечер, милые барышни и уважаемые господа. Добрый вечер. Ну что, что нужно сделать в Екатеринбурге, чтобы наконец появилось какое-то свое лицо в уличной идее? И чтобы это лицо, ну оно было съедобным, простите за странную метафору. Что нужно сделать в Екатеринбурге конкретно? Привить кулинарную культуру правильную. Каким образом? Ну вот как раз кулинарные салоны, которые проводятся в принципе на нашей уральской земле уже, пожалуй, шестой-седьмой год, как раз подразумевают вот это привлечение глобальное кулинаров со всей страны, из других стран, которые для обмена вот опыта получается, для какого-то формирования основного производственного костяка такого, то есть выявление каких-то интересных поваров, рестораторов. Надо сделать много хороших поваров. Да, ну хотя бы сформировать как-то правильно, понять, что вообще люди делают, выявить какие-то основные ошибки, недочеты и как-то вот направлять людей в правильном направлении. Но они же развратятся, если народ все равно будет согласен покупать слоечки и там какие-нибудь хот-доги неприятные. Михаил, я уверен, что вот вы приехали из Москвы, там все-таки чуть получше со стрит-фудом. Вы уже, видимо, видите свет в конце тоннеля. Нет, на самом деле свет в конце тоннеля, это может быть он. Но единственное, что вот наша уличная еда, которую в принципе 80% населения у нас питается, чем они закидывают шаурму, булочки, слойки, как вы говорите, просто переваривая в желудке непонятно что, то есть тут однозначно нужно, то есть это кадры, которые работают там, это отношения именно хозяев заведения, управленческого состава, который занимается быстрым питанием, то есть отношения, как они относятся к своему делу, либо заколбасить быстро денег, то есть на дешевые еди, быстренько людям распродать, либо заработать себе хорошее имя, сетевое, да, потому что в принципе быстрое питание – это сетевое питание. То есть экономят на всем. 80% людей, которые занимаются у нас ресторанной деятельностью в стране, они в принципе не понимают, чем они занимаются. То есть они хотят вложить быстро денег и по-быстрому получить прибыль. Отсюда идет куча нюансов негативных. То есть это низкое качество еды, низкооплачиваемый и непрофессиональный рабочий, который не имеется ни санитарных книг, ни гражданства и многих разных вещей. Хорошо, ужесточите контроль, наймите людей подороже, и все, и тогда все остальное закроется, что есть сейчас. Но если это улучшится, эти нюансы улучшатся, то я однозначно думаю, что уличная еда будет у нас, и будет чем накормить. Хорошо, чем накормить? Почему беляши постсоветские вот эти и новороссийская шаурма господствуют? Может быть, надо найти какой-то свой рецепт, который произведет хурор, и тогда люди с удовольствием будут есть. Знаете, я вам честно скажу, что, допустим, в советские времена, в принципе, кухня была как таковая забыта. Вот, если мы возьмем далекие книги, там, я вот недавно нарыл одну книгу, 1700, там, не помню точно год, и там шикарные рецепты, шикарные рецепты давно забытой русской кухни, которая, в принципе, она существует, и она есть, и она востребована. Вот, ну просто это на данный момент, если вот сейчас возьмем, возьмите любое заведение. Вот, если ты идешь по Невскому проспекту, ты мимо идешь и смотришь. Итальянская кухня, французская, испанская, мексиканская, в основном преобладает итальянская. Американская, собственно. Ну да. И, а русские рестораны где? Вот я спрашиваю, какой рецепт можно тиражировать из русской еды, и так, чтобы это еще не нам нравилось. У нас все-таки специфический вкус, мы можем квашеную капусту, простите, есть. А немногим иностранцам это нравится. Ну это понятно. Что можно тиражировать? Немцы, хорошо, мы немцы и поляки, о, здорово, вот рынок. Ну начнем с того, что если некоторые говорят о том, что там про пельмени, начнем с того, что это вообще изначально не русское блюдо, пельмени. Ну у всех что-то подобное есть, кстати, китайские пельмени хорошо по миру расходятся. Кстати, они пришли из Китая к нам. Ну нет, они у нас тоже образовались независимыми. Ну конечно, можно говорить о том, что уральские пельмени и тому подобное. Нет, я может быть с этим и соглашусь, я просто спорить об этом не буду в данный момент. Что тиражировать, пельмени? Что тиражировать? На самом деле можно найти какие-то стереотипы. Именно вот быстрая еда, ну она иногда не есть качественная еда. Съесть на ходу, иногда не есть хорошо. Какая разница? Я вас прерву. Вот, милые барышни, вы хозяюшки. Вы-то, наверное, без всяких теорий можете сказать, какое блюдо лучше, ну, наверное, российской уральской кухни можно взять и превратить в массовый продукт. Ну, как получилось с пиццей, со спагетти, с чем? С суши. Это по всему миру делает как-то... Конечно, трудно ответить на этот вопрос, но нужно для начала определить, в чем нуждается потребитель, сформировать культуру потребления. Он не знает. Вы пока ему не предложили, он не знает. Это такая ошибка. Мы спросим потребителя, он нам скажет. Пока вы не предложили ему айфон, он думал, что к тому причине телефон – это лучше всего. Если мы говорим о фастфуде, почему бы не предлагать потребителям какое-то пюре? Например, пюре из борща или гороховое пюре, если это будет пакетировано. Еда космонавтов, замечательно. Это достаточно быстрое питание, которое... Кстати, сбалансировано. Типа супы Кэмпбеллс и такие вот вещи. Хорошо. Баночные. Ну, мы скажем, что это полезно. Не пойдет. Мне кажется, это быстро надоест. Хорошо. Такие гомогенизированные смеси каждый день, допустим, это долго не протянешь, мне кажется. Захочется какого-то разнообразия. Цвет, вкус, форма, подача. Я думаю, что, допустим, в данный момент, если мы говорим о каких-то культурах еды, о том же Нью-Йорке, в том же... Вот, посмотрите, если вы приводите в пример хот-дог их. Ну, есть. Ну, допустим, да. Посмотрите на население. Там 7% все ходят, вообще бочки полные. Да нет, бочки ходят, которые много едят и мало двигаются. И в основном питание, питание, да, питание у них... Съел булку, побежал, съел булку, побежал. Сладкой газировкой. Вы куда-то не туда уходите. Давайте обратимся к авторитету. К Виктору Беляеву, президенту Ассоциации кулинаров России. Мы его спросили, почему русская кухня, ну, ни с чем пока не выстрелила. Почему у нас нет своего бестселлера, ну, вот, наподобие пасты, пиццы, хот-дога. Ну, и чего там еще в мире продается суши. У нас кухня намного сложнее, как сам язык. Ведь русский язык тоже изучать очень сложно. То же самое кухня. Что такое среднезаморская кухня, о которой я говорил? Кинул креветки, пожарил, руку взял, значит, насыпал, и блюдо готово. А что такое сейчас приготовить рассольник домашний, или солянку, или борщ? Это минимум два с половиной-три часа. Вот. Приготовить горячее, да, наши котлеты знаменитые, да, рубка. Наши там гуляши, там, хотя это не наш гуляш, но все равно мясо там тушеное, или там в горшочках. Это все сопряжено со временем. Вот. А любая французская кухня, итальянская, если мы берем, она намного проще. Она намного проще. Вот. Поэтому никто не берется открывать серьезные русские рестораны, потому что кухня наша, она очень специфичная. Да, мы тут набрасываем уже варианты, но давайте вслух. Посмотрите, что предлагают зрители. Говорят, что мы забыли блины, блинчики фаршированные. Обижаются за беляш. Обижаются за беляш все-таки. Да. И еще говорят, что какая уличная еда, 9 месяцев зимы. Но ничего, при советской власти и мороженое ели. Сдюжат, если будет вкусно. Смотрите, что можно. Блины. Почему не идут, почему они не стали мировым хитом, и можно их есть, ну, разве что с икрой. Иностранцы ни в каком другом виде не едят. Тот же фастфуд, с которым быстро потолстеять можно. Да. Ну, то есть, все плюсы есть у блинов. Подтверждает. Нет, ну, с вами нет. Я не соглашусь, что блины – это тоже фастфуд, который… Это совершенно другая тематика, совершенно другая. И совершенно разная. То есть, если ты ешь булку и ешь блины, это совершенно дверезная вещь. Это 100%. Можно сделать низкокаларийные блинчики, можно сделать хорошие блинчики. И я не соглашусь с тем, что сеть быстрых питаний, она, в принципе, есть. И она была, но она почему-то очень быстро ушла. Вот именно блинов. И, то есть, они предлагали разновидные начинки для блинов, помимо икры. Вот. Потому что себестоимость, скажем, блина с икрой, вот, она зашкаливает для того, чтобы его продавать на улице. А если сделать туда дополнительно, потому что начинки другие совершенно, то они, да, возможны для продажи. – Эдуард, что можно сделать? Ну, вот, блины, по какой-то причине, не очень идут. Чего, борщ, щи. – Все-таки, да, заведение делать, вот, именно, основываясь на каком-то одном продукте, вот, допустим. То есть, либо это какие-то пирожковые, либо это шанежные, допустим. То есть, вот, что-то такое, то есть, эти многие вот шанги, да, они достаточно, ну, делаются по традиционным рецептам не из какой-то, там, сдобы, не из дрожжевого теста, от которого тебя, там, не знаю, будет распирать со временем. – Да, то есть, это достаточно, в принципе, не такой уж калорийный продукт, но начинки, конечно, традиционные наши, они, там, с добавлением сметаны, там, то есть, достаточно все обильно, там, большое количество жиров. – Вы знаете, я скажу одно, вот, тут сразу вспомнил, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, я видел булочную, которой 55 лет, и там очередь, вообще, просто километр, чтобы там купить булочки, вот эти вот. – Я ел в пирожковой в Петербурге, которой 80 лет, и я чуть не умер. – Ну, сравнивать еще. – Это все времен революции, да, осталось? – Нет, причем… – На Московской улице. – Причем, как бы, и это, я просто под впечатлением, потому что, действительно, как бы, они работают еще по старым, с авдеповским рецептам, вот, замешивают тесто, как это нужно, технологические процессы, вот, не экономят на продуктах, если туда идет, туда такая мука, значит, они берут, не добавляя никаких химических улучшителей, то есть, на протяжении 55 лет они выдают одно и то же качество. – Можно выстрелить натуральный продукт, я понял. – Рецепт русского Макдональдса, по-вашему, кто-то из вас сказал «голубец». – Полина. – Полина. – Переносной голубец, почему бы и нет. – Хорошо. Макдональдс по-русски сделанный, я не знаю, на основе кашек. Кашки пойдут, как считаете? Вложились бы в такое дело? – Каша-то утренняя еда, так что, если привлекать народ, который будет приходить с утра и питаться именно в этом русском фастфуде, то почему бы и нет. – Парадоксально, хорошо. – Полина. – Утреннее. – Да, вы какую бы сеть ресторанов построили, если бы у вас было много денег? – Да, и бы ориентировалась на обед. То есть это супы, щи, разнокалорийные, высококалорийные, низкокалорийные, мясные, овощные. Это было бы достаточно доступно потребителю и большой выбор был. – Отлично. Россия поразит мир супами. Давайте узнаем тоже у авторитета, в общем, что он думает про фирменные блюда русской кухни. – У Томаса Андрейса Гуглера, континентального директора Ассоциации шеф-поваров по странам Африки и Ближнего Востока, который зачем-то приехал к нам, хотя у нас не Африка. Что он думает о лучших блюдах русской кухни? – У вас есть известные во всем мире блюда, такие как борщ, например, или котлета по-киевски. Это не из вашего региона, но из бывшего СССР. – Известные другие русские блюда, например, бифстроганов. Вам сейчас очень важно создавать тренды. Русская кухня очень хорошая. Она ароматная, сытная. Сложность в том, что русские долгое время мало выезжали из России, тогда как те же жители Китая гораздо больше путешествовали по миру. И теперь китайцы есть и в Африке, и в Южной Америке. Соответственно, там есть и их кухня. Но положительные тенденции для русской кухни есть. Например, в Саудовской Аравии, где я работаю, российский консул просит меня открыть пару-тройку русских ресторанов. Они туда будут приглашать гостей, и, соответственно, русская кухня станет популярнее. – Да, ну, в общем, победила Влада, потому что подтвердили ваши слова. Борщ – все-таки первейшее блюдо. Давайте ждать суповых. Мы нашли решение. Кто первый решится в Екатеринбурге делать уличные супы, тот, наверное, очень выиграет. Никакая зима тут будет не помеха. Мы спрашивали сегодня на нашем сайте, вовсе не про еду, про неприятные вещи. Легко ли угнать ваш автомобиль? Что вы делаете, чтобы его защитить? 70% ответили, что смогут угнать, если захотят. 20% говорят, что не волнуются, потому что у них страховка. И 10% меньшинство считает, что у них максимальная защита автомобиля. Хорошо защищайте свой автомобиль, ну и плотно поужинайте сейчас. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!